Доброе утро, друзья! Всем привет из страны утренней свежести, Южной Кореи. Мы находимся во дворце Гуенбонг-донг, что находится в историческом центре города. И, значит, нахожусь я здесь в течение уже полчаса, обследуя местные достопримечательности и, в общем-то, хочу поделиться вот с вами вот таким пейзажем. На заднем плане одно из многочисленных строений. В принципе, заходить внутрь нельзя, туристов не пускают, но можно пройти по периметру, посмотреть вообще, как это работало в древности. Я так понимаю, дворец построен более для церемоний, чем для проживания, поэтому вот эти вот все многочисленные лабиринты, они вот именно были созданы для того, чтобы войско ходило и маршировало, и, в общем, для тренировки навыков воинов корейских. На заднем плане вот можно видеть горы, наблюдать, пересечь вы их можете. И попасть в Северную Корею. Но, значит, будет перед этим 60 километров бесхозной земли, так называемая деметаллериализованная зона, где военные по факту они присутствуют, хотя их там быть не должно, но они там есть. И туда водят туристов, толпы туристов. За 110 евро можно туда попасть спокойно. Вот. Ну, ситуация на международной арене такая, что многие думают, что скоро тут будет война, что на нас тут сбросят ядерную бомбу. На самом деле паники никакой среди местного населения нет. Никто тут не паникует, умирать не собирается. Вот, ходят на экскурсии, одеваются в платье, фотографируются, и, в общем-то, жизнь продолжается. Так что не верьте СМИ, газетам и прочей ерунде. Вот, пока я здесь делаю репортажи, значит, здесь никакой войны нет. Купить, попасть сюда можно вот по такому билету, стоимость 3000 вон. По факту его никто вообще не спрашивает. То есть вот этот чек-контроль, он на месте. Так что решать вам, как вы будете сюда попадать. Ну, я вошла как цивильный турист и, в общем-то, ни о чем не жалею.